Ночью приехали, сгрузили и увезли. То есть они сейчас поехали по Владимирской области, это ИК-6, где больше всего мест осужденных. Он потерял связь с реальностью, и что происходит на самом деле на Украине, он не знает, и не в полном объеме. Не все им там показывают. Один единственный канал, первый, и тот глушат. Мы ему все рассказали, как есть на самом деле. Никакой там стройки и вообще, как понятие ВЧК, военной частной компании, стройка. При чем здесь? И говорю, включи голову, включи мозги. А с начала операции, вот когда только услышали, что она началась, вы ее поддерживали? Вы имеете в виду то, что отправили наши войска? Да. Ну, вначале я и Путина поддерживала. Академия здесь чувствуется изменения какие-то за последнее время полгода прошло у нас здесь как мы живем своей жизнью живем своей жизни поменялось конечно закрылся большой завод вот на котором работал муж работал мастером все все производство закрывается жизнь становится все хуже хуже да у нас здесь выживает каждый как может как может выживает картошку сажаем угорода сажаем не надеются на государстве на лучшую жизнь государства нас никто не надеется работают сами на себя заводит хозяйство открывают свои и п но работа вообще есть нет работ нет работа нет нет работ вот муж в настоящее время работает москве охранном предприятии сколько часов нужно добираться до москвы до москвы но он так он добирается на своей машине это пять часов а у вас и сама какое отношение к украине украине к украинцам людям хорошие мало того еще что вот в донецке например настоящий момент в донецке проживала проживает я даже не знаем как мы потеряли связь живет друг детства мой с которым вместе росли в одной деревне то есть сейчас вот мы пытались как-то его найти тоже когда сложились все вот эти вот хотя бы узнать живых он или не в живых ну бесполезно мы его не нашли как вы думаете зачем ваш сын согласился подписать контракт и ни в коем случае не за денег вот как он нам сказал и как все говорят это вот как их выражается их словами даже не знаю как лучше сказать ну то есть чтобы уехать и закажись уехать из этого лагеря любым путями любым этим уехать из этого лагеря с самого начала нас план сложились очень плохие отношения с и к 6 потому что сын не мог молчать всегда шел против администрации даже случалось такое что после короткого свидания нас встречали из администрации и предлагали зайти на разговор мы конечно всегда заходили не отказывались в один из этих разговоров нам предложили уговорить сына пойти работать над администрацией ссылаясь на то что через два года ему дают условно за матчу предложение было но сын сказал что такой ценой свободы ему не нужна и отбывал в свое дальнейшее наказание как он как он говорил мужиком а и убили за это было так да и убили в шизо сажали чего только не делали с ним все это мы прошли и он на этом суде сказал что процесс больше не будет на вопрос судьи почему он и ответил что я уезжаю на украину и вот она как чего у него там куча процессов она естественно как я когда верное лицо она мне звонит сетлану виктором чтобы и секретарь что мы будем делать как дальше на суды адвокат будет ходить вы будете ходить то будет ходить дальше на суды естественно я не могла ничего сказать в ответ как услышал что он отправляется на украину мы на следующий же день помчались с мужем к нему на короткие свидания ну все рассказали так как папа у него воевала в афганистане он ему рассказал тоже как было все на самом деле в афганистане хотя все 32 года он об этом молчал ну и в итоге в итоге как-то он все равно еще был под сомнением но так как в последнее время нас не очень все тут складывается со здоровьем у меня последнее время выявил сахарный диабет со скачками сахара а супругу мой принес инфаркт мы сына щадили ему это не рассказывали когда мы рассказали всю эту сыну что мы можем это просто не выдержать эту эту командировку он сказал мам я отказываюсь наш понимаете что они могли этот отказ точно также уничтожить конечно я не только понимаю я даже знаю по судам которые у нас происходили то есть суд шрет ему какой-то там информацию эта информация до него не доходит а вы их журналов стоит галочка с подписью что он получил это это даже там специальные люди есть которые подделывают подпись также когда приезжает адвокат выходит не осужденный а выходит сотрудник с заявлением что осужден отказался от адвоката и подделанная подпись там же люди разные сидят есть такие которые подпись подделать не отличишь и они их знают и по поводу обращения вы в прокуратуру обращались до обращалась прокуратура владимирской прокуратура как реагирует как все приняли заявление заключение варикоцели и гидроцели слева это заключение что у него бронхиальная астма то есть все эти заключения у нас есть я еще в прокуратуре вот я сказала говорю когда вот я не стал говорить его как при наличии всех этих заболеваний ему могли говорю как говорят бронхиальная астма он там вздохнется там баллончик у него под не окажется этого под рукой варикоцели это который на гаут и мается он даже может вот ссать на месте стоять потому что на гаут не лазь и нельзя идти они ищут это что за чвк такая если типа больных лям их набирают типа не верим что они они были это вот мне сказали в что же такое за чвк который больных лям их такого человека такой у вас есть что дополнить может вы хотите от себя что-то сказать придать публичности вы сказала бы я добоюсь меня за это посадить что я скажу и буду я отказа отбывать наказание месяц вместо сына слышали вы что-либо по поводу найма контрактников здесь вот в этих местах в муроме и в владимирской области не слышал что военкомат производит наем контрактников на так называемую спецоперацию слышал об этом а слышали что также на им идет из колонии и следственных изоляторов ну я слышал что идет там но длина и своего или на восстановление точно не знаю а ваше отношение к спецоперации может сказать моё личное ну с одной стороны это нужно было делать значительно раньше и в принципе не нужно было до этого доводить нужно было работать с людьми которые там жили как бы на них действовал одна пропаганда нужно было действовать своей пропагандой нас расстроили два народа ну надо значит надо считайте что да есть необходимость спецоперации ну а как по-другому верить сына до единственно что я хочу верните мне сына он не один единственный мы он наша надежда он наш опора будете бороться до конца будем бороться до конца поедем к путину на прием ляжем на порогах у нас родители такие ляжем на порогах у кремля и будем хорошо спасибо вам большое за интервью пожалуйста